А, кстати, вот насчет вообще зажимов и прочего, я помню такую историю, что Серебренников вам делал замечание, что вы ненормативные слова произносите вот неотчетливо и вот не по-русски, во всяком случае, про дебют, да, если речь, да. Это первый был спектакль после театра Вахтангова, когда я познакомился с режиссером Кириллом Серебренниковым. Он вас пригласил. Откровенные полароидные снимки, спектакль. Там очень много матов. Ну, мои первые слова начинались конкретно. Прямо вот мой герой главный выходит на сцену и... И что? И надо было сказать, здесь это не пройдет, бесполезно говорить. И я начал заглатывать окончание, на что, как я знаю, как Кирилл умеет, извините, давать жару. Он подходит, и он абсолютно не понимает, почему ты заглатываешь окончание, что это за... Говорит, нет таких слов, говори. Я говорю, я не могу, у меня язык не поворачивается, у меня зритель вот так вот сидит. Говори. Ну, к этому быстро привыкаешь. А если бы на съемочной площадке вас бы не смутило присутствие коллег? Вас бы смутило именно присутствие как бы зрителей? Ну, внутри театр несет чистое, святое. А в жизни вы употребляете? Да, конечно. Ну, шукай, конечно. Но только вы не говорите, что вы не употребляете. Нет, я-то сам... Я бы вообще, я бы и в эфире употреблял бы, если бы у меня было ограничение. Я считаю, что, более того, я яркий противник того, что цензура так начала работать, потому что нет ни одного слова, ни единого словосочетания настолько энергоемкого, как, извините, мат. Да, ну, это русский язык, я считаю, что это соль. Все спектакли, в которых у нас был мат в театре, мы начинали заменять. И, во-первых, зритель реагирует по-другому. Это иногда даже пошловато слышится, более пошловато, чем кто-то может сказать. Поэтому я же всегда говорю, можно кого-то попросить, сказать, пожалуйста, принесите мне. Я вас очень... Я умоляю вас, принесите мне вот там... И все, да-да-да-да, и только стоит... Да, пожалуйста, мы не слышали. Вот странная вещь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.